Всем привет, дамы и господа! Я Андрей Тарусов на подкасте «Вдохновение». Сегодня у меня в гостях известная российская артистка-бурлеска, отверг-танцовщица и преподавательница по отвергу, дизайнерка одежды, а также по совместительству моя девушка Знойная Екатерина Сахара! В общем, с ней мы поговорили о... ну, во-первых, конечно, о её истории и становлении, хотел сказать о наших отношениях, во-вторых, о наших отношениях, как мы начали встречаться и всё такое, и о том, как она вдохновляет других женщин любить себя и быть любимой, и о том, что она, наконец, делает свою собственную вечеринку «Сахара шоу», которая обещает стать легендарной. Так что слушайте, и думаю, вам будет интересно и понравится. В общем, как ты увлеклась танцами? Я сам много слышал раз эту историю от тебя, но... потому что мы живём вместе. Но... но давай расскажем зрителям, что на тебя повлияла сестра больше всего, получается? Да, на меня повлияла больше всего моя старшая сестра, потому что она занималась в хореографическом учреждении, она занималась танцами и... В Ачинске ещё. Да, ещё в Ачинске, в ансамбле «Современник». И вообще, в целом, этот ансамбль оставил на меня вообще огромное впечатление и наложил отпечаток такой серьёзный, потому что до сих пор, когда я думаю о новых номерах, я очень часто вдохновляюсь именно этим ансамблем и тем, что я видела в детстве, потому что самые яркие впечатления у меня были именно тогда. И да, маэстра танцевала, и я по её стопам, по её примеру, пошла тоже в танцы и ни разу не пожалела об этом. А во сколько лет? В шесть лет. В шесть лет ты пошла? Да. А она уже там вовсюду? Она там уже вовсюду, она была звездой ансамбля, и они делали очень смелые номера на тот момент. Да, муж её тоже там выступал, но на тот момент они ещё не были вместе. А они тоже там с детства, собственно, получались? Ну да, 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 тоже с детства. И на тот момент они ещё не знали, что будут женаты, но номера были настолько откровенными и сексуальными, хотя, казалось бы, сейчас даже такое бы не пропустили никогда, но на 90-е сделали своё дело, да, и номера были очень сексуальными, и они даже целовались в одном номере. А не получатся дети ещё были? Или как? Ну, им было по 16, да, по 16-17 лет, наверное, примерно так. Вот. Это у вас какой-то преподаватель модный ставил? Ну, в смысле, не модный, а просто смелый. Ну, она была такая женщина широких взглядов, так скажем. Она была очень такая дальновидная, и... И ты у неё тоже потом? Ну, а меня она гнобила. Нет, я имею в виду... Я была их нелюбимой ученицей. Ты к тебе... Она... Ты к ней потом пришла? Да, конечно. Там она была преподаватель, это Елена Николаевна. Ну, да. Нелюбимая ты была? Нет. А Вика? Любимая? Ну, с Викой как-то у них получше сложились отношения. А с тобой что? У меня была слишком большая жопа. Потому что у тебя не получались пары? Ну, когда я повзрослела, когда мне исполнилось 12 лет, у меня поменялась фигура. Она стала более женственной, и у меня выросла попа. И мне стало сложнее прыгать в шпагат и так далее. То есть мне было чуть сложнее поднять своё тело. Кореография была такая, типа, экономическая. Ну, да. У меня зад перевешивал и перевешивает до сих пор. Вот. Ну, и, в принципе, Елена Николаевна очень, конечно, хорошая преподаватель, с одной стороны. С другой стороны, она была очень строгая. И относилась к своему ансамблю очень серьёзно. Поэтому она могла загнобить, да, иногда. Очень даже серьёзно. И многие выходили с травмами с некоторыми. Психологически. Ну, да. У меня была подруга, которая была полная. И она её очень сильно тоже, да, мышила. Грызда. Блин. И она прям не щадила их? Ну, не то, что не щадила, но могла обозвать или как-то унизить тебя при всех. Типа не надо тебе похудеть? Ну, типа того, да, что там Катя снова своей жопой огромной, там, прыгнуть не можешь. И жопу отрастила или что-нибудь такое. Но... Ты теперь можешь отыгрываться на своих ученицах. Ну, если честно, она оказала мне большую услугу. Нет, я не буду так отыгрываться на ученицах. Она мне оказала большую услугу, потому что на тот момент я так обозлилась, что я поняла, что мне нужно превратить мою большую жопу в достоинство. И я увидела Тверк. Я увидела... Ну, на тот момент не было такого названия. Была Агилера с клипом Dirty и Crazy in Love было в Йонсе. То есть тебе лет 15-13? Нет, мне было 10. А, ой, ого. И я увидела эти клипы и просто начала повторять за ними. И я приходила потом на танцы и показывала танец попой. И все девчонки такие, о, боже, что это, что это такое? Вот, в общем, я была первооткрывателем. Ты сама просто по клипам, да? Ну, да, я просто... Я очень хорошо умею копировать иногда то, что я вижу именно в танце. Мне очень легко запоминают движения. И поэтому я, в принципе, училась потом танцевать. Я ушла из ансамбля, из этого, потому что больше не могла терпеть этого отношения. В какой-то момент я поняла, что я, ну, не смогу больше там быть. И ушла. У меня, кстати, история есть про мою учительницу по хореографии тоже. У меня в школе было, ритмика называлась, урок. Долго, 9 классов. С 1 по 9 класс мы там 2 часа в неделю плясали очень сильно. И у нас была такая жёсткая преподавательница тоже. Я не знаю, может, они почти как физруки, но чуть-чуть с другим уклоном, с каким-то более таким... Ну, в смысле, физруки часто жёсткие бывают. У меня все физруки были извращенцами диками. Ну, вот, а тут она прям ругалась, она нас орала. Я даже была история... Им прям надо, чтобы все всё сделали хорошо. У меня была история даже, мне послышалось, что она матерится в школе. И... Ну, в смысле, в классе у нас. Я... Наверное, это кто-то матерился. Поправочка. Андрей не любит когда матеряться. Ну, я его приучаю. Ну, в общем, мне... Наверное, кто-то матернулся из класса или ещё кто-то. И, ну, мне послышалось, что... Знаешь, я пришёл к родителям домой и сказал, что вот она матерится. И родители пошли разбираться с ней вечером. И она такая, да не, вы что, я вообще... Боже, я сама боюсь при твоих родителях, не дай боже матернуться. Не страшно будет. Мне даже ради интереса, конечно. Хочешь сразу? Ладно, не буду, не переживай. Не переживаю вот этого. Кто сидит раньше времени. В общем... Что я говорил? Ну, в общем, бывают, да, часто такие преподавательницы. Вот я её запомнил, я прям... А это такое у меня впечатление из школы. Одно из самых сильных вот этих уроков танцев. Как она меня там шпыняла тоже. Потому что я... У меня одна же какая проблема была смешная. Я с девочкой танцевал в паре всегда, очень бойкой. И она в вальсе везде... А я должен вести как мужчина. А везде вела она. И я за ней просто такая тряпочка. Вот. И, короче, трудно мне было взять инициативу в танце. Я уже представляю тебе. Ну, в принципе, всё равно прикольно. Мне кажется, мне что-то это дало, потому что... Ты неплохо танцовываешь, кстати. Ну, да. У меня как-то раз... Знаешь, нет такого табу, как у многих. И вообще страха. Типа, нет, я танцевать никогда в жизни. Из-за того, что, наверное, нас там как бы заставляли. И нам нужно было обязательно всем танцевать. Мы как-то спокойно. Я помню, когда мы с тобой ходили на одно из первых свиданий. Когда мы зашли в бар, и там были танцы. И я впервые почувствовала, как же круто, когда ты не одна танцуешь, а твой мужчина тоже с тобой зажигает, танцует. И вы вместе в этом... В этой страсти. С коктейльчиками. Просто обычно раньше всегда, когда я приходила в клуб и танцевала одна, а мои парни смотрели возле бара, где-нибудь стояли и сидели просто вот так. У меня было суперскучно, и поэтому мне было всегда веселее с подругами. Но с тобой супересело. Ну да. Ладно, мы это уходим не в ту тему. Давай дальше спрашивай. Ну и так, и что потом? Потом ты, значит, стала смотреть клипы, ушла из этого и стала танцевать сама. Ты нашла как-то девочек, которые с тобой... Нет, я просто смотрела клипы Бьёнце, учила всю хореографию оттуда. И так училась танцевать. Знаешь, хип-хопом позанималась годик в Ачинске, но это так... А вот, кстати, в хип-хопе, там что это? Чем отличается хип-хоп от брейк-данс? Сейчас супер тупая вопрос. Ну, типа, хип-хоп больше на полу. А нет, больше стоя, а брейк-данс больше на полу. Есть же верхний брейк, типа, когда там руками... А есть на полу нижний брейк. А хип-хоп? Ну, хип-хоп, он такой более кочёвый. Ну, слушай, это знаешь, они смежные два направления. Это как, например, тверк объединяют с данс-холлом. Там хай-хилл с вогом часто там мешают. То есть это тоже как, ну, просто... Ну, они, наверное, чем-то отличаются, но не суперспец. Ну, понятно. Ну, короче, похоже. Понятно. Похоже, ты не суперспец, ты можешь. Нет, похоже, танцы. Так, и что там дальше? А дальше? А дальше? Дальше я поступила в университет. Познакомилась с Томасиной. Это моя подруга, тоже занимается бурлеском. Дорогая, привет. Тоже звезда русского бурлеска. Да, и мы познакомились. И тут как-то началось всё самое интересное. Мне всегда нравилась такая ретро-тематика. Я очень любила фильм «Муллин Руж». Я очень любила Мэрлина Мэнсона. И просто смотрела MTV каждый день после школы. До вечера сидела, делала уроки перед телевизором. Смотрела все его клипы. У моей сестры были кассеты с Мэрлином Мэнсоном. И я увидела как-то его с Дитой Фантис. Но на тот момент я ещё не совсем понимала, чем он занимается. И тогда Томасина мне рассказала про бурлеск, вообще, что это такое. Конечно же, впечатлилась, потому что мне очень была близка ретро-тематика. И мы просто начали постепенно создавать какой-то наш совместный творческий труд. Мы занимались в фаер-шоу. А, фаер-шоу уже у тебя. Да, то есть в 2009 году я начала, вот, первый раз вышла на сцену. С Томасиной. С огнём, да, с Томасиной. А она впервые начала заниматься? Да, она начала заниматься на год раньше. Фаер-шоу. Вот, и потом она просто пригласила меня в один прекрасный день. Такая, типа, слушай, у нас тут выходные шоу. Ты не хочешь случайно пойти вместе с нами покрутить огонь? Я такая, блин, я ни разу не держала огонь в жизни. Типа, не знаю, может, мне получится. Ну, в общем, мы попробовали. У нас была всего одна репетиция. И я вышла с огнём сразу же в эти же выходные. И всё прошло супер. Тогда ещё можно было крутить огонь в клубах. Это было прекрасное время, когда ты не мёрзнешь на минус 40 в Сибири. Где-нибудь на какой-нибудь базе или на каком-нибудь спортивном поле. И тебя отмораживаются все части тела. Ну, блин, время-то, конечно, может, и прекрасное, но клубы же горели. Сгорела одна лошадь, как её звали там. Хромая лошадь. Возможно, да. Короче, горел один клуб, и то он горел по глупости. Потому что там фейерверки запустили горячие, а не холодные, которые для улицы. И у них была соломенная крыша, и всё подожглось. И с тех пор вот мы потеряли несколько заказов. Ну, конечно, вообще, конечно, эта тема суперопасная с огнём. И просто в Америке, например, тебе даже свечку нельзя зажечь в помещении, если, например, это съёмки фильма или что-нибудь ещё. Там, если ты зажигаешь свечку, там должны быть рядом огнетушители, люди специально, чуть ли не пожарная команда стоит с огнетушителем. Боже, мы крутили огонь, вообще не цвали. У меня просто... У нас всегда были волосы... Да, мы танцевали, во-первых, в клубах, во-вторых, у нас были волосы залаченные, вот просто прям под ретро-причесочку, всё прям суперспокрыто лаком. Мы всегда были суперкрасивые. Я горела, да, один раз я чуть не сгорела. Я подождала себе жопу. Как самая большая часть. Короче, мы были суперрисковые, да, я пороставалась чуть лысой, или там, ну, был запах горелых волос, но в целом, на самом деле, это не так опасно. Красота была всегда на первом месте, конечно. Мы всегда любили рисковать. Ну да, один раз я подожгла себе жопу и волосы, но мужик-то меня спас, как бы, похлопав по жопе. Это очень смешная история, долгая. Ну да. Но, во всяком случае, всё было красиво. Мы никуда не торопимся. Расскажи людям, сейчас стало интересно. В общем, однажды у нас был заказ. На улице минус 35, мы едем в лес. Мы едем в лес. И мы выступали на огромном футбольном поле для каких-то спортсменов. У них было то ли закрытие сезона, то ли открытие сезона. И было огромное просто поле. И я взяла реквизит, с которым я ни разу не выступала вообще с огнём. Просто ни разу. И я только с ним тренировалась несколько раз. Это огромный такой став. И он с двух концов горит. Палка, то есть. Ну да, то есть палка, которая горит с двух концов. Палка с двух концов. Да. В общем, и этот реквизит ни разу не горел. То есть всегда, когда ты берёшь новый реквизит, его всегда нужно прожечь хотя бы пару раз, чтобы он как бы впитался это всё в брезент, там и так далее. Керосин. Керосин, да. В общем, мы ничего не прожгли особо. Я беру эту прекрасную, эту палку и начинаю я крутить. Такая стою, наяриваю вся, типа красотка, показываю какие-то сложные там элементы. И в какой-то момент я слышу, что люди начинают кричать. И я такая, типа, что происходит? Почему все орут? А ты налаченная такая же? Да, конечно, я красивая вся. В общем, и я слышу, вы горите, девушка, девушка, вы горите. Я такая, что? Где я горю? И смотрю на свою жопу, а жопа полыхает просто огнём. Ну, бошку я потушила во время, я почувствовала, что я задела. И просто выбегает мужик. Стракой вот этот? Ну да. Выбегает мужик такой геройский просто, бежит, что это поле там скользко, он бежит просто. И начинает меня просто так по жопе хлопать. А там стадион, не знаю, там, ну, больше тысячи человек, там, две тысячи, я не знаю. И просто все наблюдают за тем, как меня тушит какой-то мужик. Это одна или два? Меня хлопает по жопе. Не, нас несколько было, но как бы я стояла, ну... В общем, видно было всем, там просто огромное поле, все на тебя смотрят. В общем, да. Ну, всё потушили благополучно. Потушили, но потом я мылась в душе и снимала вот так волосы с чёлки и плакала. Несколько раз я оставалась за лысинами. Но... Это просто... Так, и долго ты так с этим с фаер-шоу провоступал? С фаер-шоу я провоступала, наверное, лет семь. Да, лет семь. Потом я уехала в Москву и всё закончилось. Вот. Но ты параллельно начала бурлеском заниматься. Да, я параллельно начала заниматься бурлеском. В 2016 году я... Нет. Бру. Я параллельно начала им заниматься, ещё когда вот мы крутили огонь, и мы с Томасиной выступали дуэтом с бурлеском несколько раз. Она делала день рождения своё в стиле бурлеск, она вылазила из торта, из торта. Да, торта. Вот. Налезала из торта. Влазила из торта. Ну, так тоже можно. Короче, я была её ассистенткой. Потом мы делали какие-то всякие дуэты со странными веерами. Это были хвосты каких-то уток подстрелянных. Короче, что нашли-то? Ну, типа того. Вообще выглядели неплохо. Знаешь, такой типа а-ля русский стиль. У нас были такие вышивки тут в русском стиле. На шорта, кстати, ты не знаешь, наверное. Ну, ладно, не суть. В общем, да. Это был год 2010. И потом в 2015 я поехала в Москву. Но я ещё сольно не выступала. Я с Томасиной у нас была там трио. Мы выступали с танцем «Невольниц». И я тогда выиграла «Лучший танцор», «Лучший бурлеск танцор», «Бурлеск гоу». В 2015-м. В 2015-м, да. Ну, это такие странные немножко, конечно, звания. Я помню, должен был быть на этом шоу, я тебе говорил, но что-то у меня не срослось, не помню почему. Но я прям... Потому что он был... Мы тогда жили там в Дмитровской Динамо, и я... А это было на Динамо, по-моему. Я такой, блин, это ж вообще рядом, но что-то, короче, как-то мы не пошли. Ну, такие первые бурлеск-фестивали. Кажется, тогда я услышал, может быть, первый раз от тебя. Потому что от Томасини я точно, наверное, был подписан, и ты постепенно у неё там появлялась больше и больше. И как ты там получила «Гоу»? Да, я выиграла «Бурлеск гоу». А что это значит «Бурлеск гоу»? Ну, типа, у нас были батлы друг с другом с бурлеск-артистками. Ого. И в конце... Как конкурс, типа? Ну да, как конкурс, типа... И с кем тут был батл? Ну, со всеми. И в конце, в самом конце я осталась с очень пожилой женщиной. Это была, конечно, лёгкая победа, даже как-то неловко было. Ну, в смысле, я не знаю, почему мы вдвоём остались. В общем, это было очень странно. Ну, да, я просто очень много тверкала, и всё, всем понравилось. Да. Но женщина молодец, да, тоже как бы. И в следующий год ты уже приехала сольно. Я приехала сольно. С твоим первым номером. Да, номер птица, птица каменных джунглей или что-то такое, да. Я приехала с птицей и тоже взяла мисс инновация в тот вечер знаменательный. Потому что, я думаю, мне дали мисс инновацию, потому что до этого в Бурлеске никто не тверкал. Ну, и вообще, на тот момент о Бурлеске знали очень мало и воспринимали это только как что-то классическое. Понятия о нео-бурлеске никакого в России не было. То есть, люди, которые сели в жюри, вообще понятия не имели, что они судят абсолютно. То есть, это просто какие-то рэндомные абсолютно люди. И они вот чисто на визуал воспринимали, такие, ну, наверное, это что-то новое, поэтому дадим мисс инновацию. Ну, грубо говоря. Типа, ой, это будет мисс классика, потому что у неё классический номер. Ну, то есть, нами вот, ну, не очень жюри были вообще в курсе, что они судят. Тем более, на тот момент, 2015 год, для Бурлеска это было только самое-самое такое относительно начало нового, вот такой, второй волны. А кто же вообще судил там? Какие-то женщины, девочки? Ой, господи. Просто люди какие-то. Помнишь, такая была Барби, знаешь, такая русская, которая как, типа, Барби. Господи, она была очень популярна, такая, в 2000-х, и, по-моему, СТВ там, по-моему, показывают по MTV. Бландинка. Да, она, типа, как Барби, что-то там. Ну, короче, знаешь, типа, вот абсолютно какие-то... Не связанные с Бурлеском люди. Не связанные, конечно, нет. Потом. Ты решила переезжать в Москву? Я решила переезжать в Москву, когда поучаствовала в танцах на ТНТ. А, во, расскажи про это. Ну как, я и до этого, как бы, хотела переехать, но я думала между Питером и Москвой, потому что в Питере я уже всё знала, у меня была там практика в Эрмитаже, я проходила практику, я по образованию информационной технологии в культурной деятельности. Короче, я музеолог, и я проходила там практику, поэтому я думала, что, блин, я приеду, я буду всё знать, и круто, надо переезжать в Питер. Но потом я съездила на танц на ТНТ, я поняла, что всё-таки Москва по энергетике мне подходит гораздо больше. Расскажи, как вообще это было? Там у вас, типа, был отбор какой-то на программу в Красноярске? Короче. Я вообще вот эту плохую историю знаю. Как люди попадают на шоу, на телешоу? Ну, в твой город приезжают продюсеры. То есть, то, что показывают по телевизору, это всё фейковое. Ну, фейковое именно сам кастинг, потому что это уже отобранные люди танцуют. Ну, я думаю, уже многие об этом знают, как бы сейчас с ней открою какой-то суперсекрет. Но люди, получается, продюсеры приезжают в каждый город, снимают какую-нибудь студию танцев и приглашают туда, как бы, ну, они заранее говорят о кастинге и проводят набор. Вот. А ты попадаешь либо в лист ожидания, либо тебя сразу берут, либо не берут. Я попала в лист ожидания, когда пришла туда, причём я не хотела идти до последнего. А ты сразу терять хотела? Ну, как бы, то, что ты показывала? То есть, я пришла абсолютно как-то случайно, я просто сидела дома, и мне девочки такие, Катя, Катя, давай уже иди, иди на танцы, давай-давай. Мне все писали-писали весь день. Я такая, типа, блин, девчонка, даже трек не выбрала себе для кастинга, и Катя, давай, иди, типа, ну, короче, иди просто так, на, бум. Я такая, ну, ладно, открыла ВКонтакте, нашла трек какой-то, то ли попросила друга скинуть мне какой-то трек. Нашла этот трек и просто приехала на кастинг, села в очередь, переодела свой костюм, там, в один из костюмов. Такая, ну, ладно, будет, что будет, погнали. Я зашла туда, меня поставили на такой крестик, сняли визитку, я сказала, сколько мне лет, там, всё такое, чем занимаюсь, кто такая вообще. Вот, и мне сказали, меня хотели взять сразу, но потом такие, нет, давай, наверное, в лист ожидания, типа, помурыжим тебя чуть-чуть. Такая, ну, ладно. И 15 мая, даже помню это число, мне позвонили, сказали, что меня взяли. Было круто, было прикольно, то есть, это был нереальный опыт. Ты взяли уже, вот, как бы, участвовать в Москве? Меня взяли, да, как бы, просто участвовать в Москве, то есть, ты потом, тебе плачут билет проживания, всё-всё-всё, и ты потом просто едешь, как бы... Так, и чё, и потом ты поехала в Москву сниматься, и потом... Я поехала в Москву сниматься, мы все жили, все вместе там, ну, в гостинице. У меня попалась очень крутая соседка, она с Новой Зеландии, я тоже ездила в Новую Зеландию, как раз перед этим... Соседка с Новой Зеландии? Да, да, она русская, она с Новой Зеландии приехала. Нафига, и тебе так попалось? Да, мне так попалось, я жгла на концерты Бейонсе, там, в Новой Зеландии, и все дела. То есть, для меня это суперзначимое место. Меня очень удивилась, что со мной девушка с Новой Зеландии. И вот мы с ней суперподружились, моя подруга Лана. Вот, и мы за ним много тренировались, потом у нас был кастинг уже телевизионный, уже не фейковый, ну, то есть, который предкастинг... То, что видео есть в интернете, это оно, нет? Да, да, да. Ну, это логично, на самом деле, как бы, понятно, что люди не ездят, не строят сцены в каждом городе, типа, ну, это очевидно, как бы, ну, просто многие... Счастливы, как-то везти в Москву и снять. Ну, конечно. Ну, да, да. Вот, и потом пошёл кастинг, я просто вот так, о, боже, что делать, как так, боже, я... Я была, конечно, супербоялась до кастинга, но когда всё началось, меня вообще как отпустило, я просто всё станцевало. Мне ещё говорили, там ещё ты перед этим ходишь, тебя продюсеры ещё смотрят, проверяют, ну, перед кастингом, они такие, Катя, просто отвернись и тверкай от души всю дорогу, вообще не поворачивайся ты лицом, Катюха, давай. А я такая, знаешь, перед кастингом такая, нет, я должна показать, что я могу что-то ещё. А Лана, которая была со мной, она как бы в оге шарит. И я такая, Лана, покажи мне руки, как там, руками, что-нибудь, это что, я жопой буду одной танцевать. Короче, да, и я там немножко извинила хореографию, ну, типа, я прошла в первый, первый кастинг я прошла, и потом я провалилась на хип-хопе, на парном хип-хопе, никогда такого не танцевала. А это, кстати, видео я даже не видел, оно есть? Нет, ну, там, знаешь, там всех так отсеивали, что мало чего вообще попадает в эфир, на самом деле. Вот. Поэтому много тех, кого смотрели вначале, они потом уже пропадают. Просто было слишком много участников, да, и они, типа, ты отобрали за кадром, грубо говоря. Ну, не за кадром. Ну, не за кадром, как бы, отобрали, но там такими порциями потом тебя сливают, что, знаешь, вот вы приходите группами, там, по 16 человек, например, да, пара, там, 8 пар, и одного человека выбирают. То есть даже как-то нет особого смысла, ну, то есть тогда не всё попадает, там, прикинь, там, дофига народу вообще со всех городов, и то так прям выборочно, чтобы попадать. Ну, и что тебе это дало? Так, тебе узнали, ты стала звездой местной или как? Блин, меня в Ачинске написали про меня. В газете? В газете. Что у меня задача брат выиграл в Германии, они ездили, они заняли первое место, там, на конкурсе хип-хопа среди, там, детей. И там просто танцевальная семья, там. В династии. Да, типа, Катерина Сахара и типа... А, Катерина Кистер, да, мою фамилию. И Мартин Кистер покоряют, там, танцевальный мир, что-то такое. Ну, в тот момент я уже в Красноярске еще жила, я забыла сказать, что я переехала в Красноярск. И творческую всю жизнь жила в Красноярске. Ачинск для меня посткородной город. Я там отучилась до девятого класса, я потом перешла. Ну, понятно. Вот. О чем мы говорили? А, о том, что мне дало... Что тебе дало, да? Во-первых, я поверила в свои силы, потому что до этого я думала, что... Я всего лишь тверкаю, я, типа, да, блин, там, такие танцоры, там, такие, там, такое, там, такое. То есть я в себя не очень верила на тот момент. Мне казалось, что... Я никого этим не удивлю. Ну, типа, и что, что ты там тверкаешь на тот момент, сколько это было мне, там, 14 лет или 13? Типа, и что? Но, когда я приехала, там было столько, так много девчонок, так много парней, которые такие, блин, ты так круто тверкаешь, а, офигеть, типа, научи меня, научи меня, знаешь, типа, там просто всем супер понравилось, все были такие классные ребята. И тогда я вообще впервые увидела, как работают настоящие профессионалы, в том числе вся организационная группа, которая снимает танцы на ТНТ. Это нереально талантливые люди, супер профессионалы. Они вообще, они тебе помогают вообще просто безусловно. Ты можешь платить с любым тупым вопросом, знаешь, там, а-ля, а где там столовая? Знаешь, там вообще не в тему что-нибудь. Ну, типа, они тебе со абсолютно спокойным лицом тебе отвечают. И меня это так поразило, потому что обычно я видела каких-то них истериков, каких-то в Красноярске, знаешь, даже с маленькими проектами, они вот такие, о, боже, бля, мне тут устраивает такое. И, знаешь, все вот в такой панике. Я впервые увидела, как работают настоящие профессионалы, у которых все четко. Они знают, что они делают. То есть, и я с тех пор беру с них пример. И я очень благодарна им за то, что вот они показали мне, как может быть. А то, что ты говорила, был хейт какой-то в сети, на тебя и вылился. Да, да, был жесткий хейт. Я, конечно же, сталкивалась в течение всего своего творчества с хейтом периодически. Меня даже... Когда-то в первый раз. Да слушай, всегда, знаешь, был такой Ask.FM, такой канал. Вот, там про меня писали, как бы, ну, анонимно, понятно, там все это не очень приятные штуки, но как бы... Тебе в смысле писали? Ну да, мне писали. Там, что у меня жирные ляжки, толстая жопа. А они много пишут что-то, да, и ты отвечаешь. Ну да, да. Типа подразумевался вопрос-ответ, но на самом деле это типа писали всякие гадости. Да-да-да. Ну, то есть тебе могли там что-то жирное, стрёмное, страшное, кривое, коса и так далее. Потом меня выперли из университета из-за того, что я снимаюсь полуобнажённая, и меня называли шлюхой, проституткой, потаскухой. Позвонили моей маме, мама вся в слезах, в шоке от того, что про меня такое говорят. папа там хотел просто там в суд подавать на них и так далее. То есть там был прям жуткий скандал. У меня и у Тамасины, конечно, да, мы были два сапога пары всегда, и до сих пор так и есть. Ага. Ага. Вот. Поэтому я часто сталкивалась с непониманием, с хейтом, в общем, с разными эмоциями по поводу моего творчества, но именно на танцах на ТНТ я познала самую дичь вообще, самую просто, самое днище. Прям вот, когда просто тебе желают смерти, тебя хотят убить, типа, ну, не так писали, мне писали в комментариях, но сам факт того, что типа, я бы её убила, я бы выстрелила ей в жопу, пусть там она сдохнет, тварь, там, знаешь, вот просто... Это местные красноярские? Нет, там же на всю Россию выкладывают. А почему такое? Из чего? Потому что я тверкаю. И что? Потому что это не танец, потому что это полная хрень, это полный отстой, это вообще, типа, эти тресогустки, эти мерзкие там, ну, короче, типа, что всё это ужасно, это вообще, кто-то назвал танцем, это вообще никакой хернёй занимаются, как они достали эти там, своей жопой трясти, больше ничего не умеют, типа, образование там не получили, там, ещё что-то там, ну, короче. Вот. Кстати, постолк у меня выперли, я доучилась потом, я перешла и доучилась долбанных 6 лет. Я музеолог, Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, в общем... И как ты переживала это? Неоднозначно как-то, то есть, я сначала такая, так, я постараюсь как бы абстрагироваться, да, хейтят-хейтят, но я постараюсь-постараюсь, но в какой-то момент мне снова приходят уведомления о том, что меня опубликовали в каком-то паблике, я просто открываю комментарии, и там просто ад. Просто, знаешь... Типа паблики, где хейтят всякие девушек. Там паблики, типа, просто о прикол, там, какой-нибудь, типа, подпись прикол, впечатлила судьей, там, что-нибудь в таком духе. Вот, на тот момент я что-то так офигела, то есть, я меня так давила, 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 я держалась, держалась, потом что-то так приофигела, что я просто легла в кровать, закрылась одеялом и пролежала, наверное, часа два. А потом я встала, пошла, накрасилась, оделась, как шлюха. Мой стелёк, мой стелёк, да. И пошла в клуб Ту-Сити такая, пошли в жопу, вы меня не пробьёте, короче. Я посылала себе в руки и такая, я буду топить до конца за своё. Я думал, что, если честно, до этого, когда ты рассказывал мне, я думал, что это дольше тебя выбило из колени. Ну, конечно, меня как бы такие немножко волнами, но я всё равно старалась с этим бороться, я не хотела там в какую-то депрессию уходить, я не хотела там, я никому не отвечала, там, знаешь, типа, вообще-то там у меня образование. Кстати, да, мне кажется, отвечать никогда вообще не надо. Ну да, но мои защитники отвечали, конечно, там девчонки, там сестра. Мои тоже защитники отвечают, просто у меня тоже всякие нападки часто происходят, и у меня как-то всегда, это бы у меня вот там по пальцам руки пересчитать комментарии, которые на меня произвели впечатление в плане того, что обидели сильно, и больше от художников, наверное, которые разбираются в деле, там, когда мне говорили, там, анатомия, там, что-нибудь или ещё, что-нибудь такое писали задевающее, но от людей как-то вообще всегда спокойно было, меня никого не задевало. но когда судят тебя именно, не то, что ты, вот я нависал картинки и выложил, а вот именно тебя как человека во всей красе, конечно, это, наверное, трудно. Тем более, ты так уязвимый, то есть, ты так, как бы, ну, в этот момент, когда тебя выкладывают, достаточно такой, ты от чего открываешься, то есть, я же, опять же, там ещё интервью берут, на котором, там какая-то магия происходит, ты приходишь на интервью, выключает везде свет, садишься, только ты и камера, и это тебя очень сильно на откровение пробирает. Конечно, они такие молодцы, не знают, как раскрыть, как достать здесь человека, чего он вообще сюда пришёл, зачем так, вот. Там оно такое коротенькое просто. И ещё хотела сказать, что всегда самый хейт, это всяких очень простых людей, от всяких, вот к ним заходишь в профиль, она там стоит с какими-нибудь томатами, которые она вырастила в саду, и такая, как бы, а там, знаешь, комментарии, а-ля типа, сдохни, сука, тварь, чтоб ты там, чтоб тебя там жрали, там, какие-нибудь черви, знаешь, жёстко. И тут у нас с ребёнком ещё, каким-нибудь там, со своим, или там, дочурка моя, там пошла там в школу. И ты такой думаешь, господи, откуда женщина в тебе такая злость? Ну так они не могут себе позволить этого всего. Ну, это понятно, откуда она, но неужели как бы, ну понятно, что типа там, что ей скучно, она не может себе этого позволить, она из этого бесится, понятно, но потомаешь, блин, человек, зачем ты желаешь смерти другим людям? Это же, типа, что вообще? Это ужасно. Наверное, очень, наверное, очень настолько это в ней какие-то чувства такие первобытные пробудждают, что они вообще ничего не могут сделать. Ну, или в принципе люди, может быть, очень злые. Ну, да, бывают. Часто какие-нибудь блогеры тоже выкладывают комментарии, и рядом фотку, кто это написал, комментарии, там вот, прям, женщина с помидорами, детьми, очень часто, или с семьёй, там, не знаю. Да. Вообще, даже, даже, вот, мир, ну, я такого не помню, чтобы какой-нибудь человек сам такой, знаешь, который мерзкий какой-нибудь, выглядит как хулиган, или ещё, чтобы он писал, как это обычно, вот, какие-нибудь такие календари. обычно, всякие вот, тех, на кого думают, что наркоманы, или там какие-нибудь плохие, на самом деле, это прикольные чуваки, вообще, самые добрые, там, которые котят, спасают, из-под поезда. Не знаю, сейчас придумал. Вот, и удивительно, но так. Так, и что потом? Вот потом ты решила, после танцев, ты такая, всё, Москва, типа, надо в Москву ехать. Я вернулась после танцев, ещё полгодика пожила в Красноярске, собрала там вещи, закончила дела всякие. Семья моя уже все улетела в Сочи на тот момент, они ещё летом улетели, получается, вот после танцевки я вернулась. Жить, в смысле? Да, они там жить улетели туда. Нет, даже раньше они улетели, короче, я там однажды скуковала в Красноярске, ну, с подружками, потом подружки все начали уезжать в Москву, я такая, вообще-то я хотела первая девочки, вот, а потом переехала, да, в Москву, и началась вот моя такая бурлеск, жизнь. но мы ещё поставили спектакль, в Красноярске, прежде чем я уехала, вот зачем мне осталось, и осталось, чтобы мы поставили спектакль, наш первый бурлеск-спектакль, путешествие царевича Елисея на небо, который, в принципе, мне кажется, первый, и на тот момент единственный был в мире. В мире, да, он был единственный, первый. Бурлеск-спектакль, это что-то, что вы придумали, ваша сахарная фабрика, да? Ну, да, ну, там придумала Томасина, я бы сказала, да, потому что написала ещё сценарий к этому, вот, типа совмещения бурлеска и театрального, театральности, и сюжета через весь спектакль. Ну, да, то есть обычно бурлеск-номера это сольные номера, они тоже театрализированные, но они сольные, и, господи Иисусе, они с ротикой, как бы, думаю, с элементами стриптиза, я думаю, все понимают, о чём я, ну, вряд ли, наверное, но не суть. Киса, блядь. Ну, ладно. Сматерила, садейству, родители не будут, будут смотреть этот подкаст. Надеюсь, что будут, то есть, думаю, что будут. В общем, о чём я говорила? О том, что... А, да, и мы решили совместить... Напомню, хорошо. И, в общем, мы решили совместить это всё дело и сделать такое театральное представление, номер за номером, они все связаны одним смыслом, вот, и я была солнцем, Томасина была луной, в общем, это по мёртвой царевне Пушкина, как Елисей пошёл на небо искать свою царевну, мёртвую, к тому моменту он не знал об этом, и вот он такой, есть в надежде, к солнцу, к дне, потом к ветру, ну, в общем, суперспектакль. круто. Вот, потом я уехала в Москву. И на тот момент у меня было два номера уже, получается, птица и вот солнце. Ага. И в Москве ты такая, ну всё, начинаем бурлеск. А, ну ты ещё работала на телевидении чуть-чуть. Да. Вот, но в целом ты уже приехала с намерением покорять бурлеск. Ну да. У тебя было такое, что ты максимально хочешь скорее фулл-тайм-джоп как бы сделать, чтобы только бурлеском зарабатывать? Ну, то есть, ты когда пошла работать на другие всякие работы временные, ты знала, что это временно и что сейчас ты поработаешь чуть-чуть, а потом ну да. Ну, слушай, я пошла... Или ты такая, ну нет, вот просто буду жить в Москве и работать и параллельно что-нибудь. Нет, у меня было намерение, что я буду артистом. Вот сейчас я тут поработаю, там, то есть, я ещё продавала вещи. Я продавала, да, вещи в бутике, я потом работала и много на телевидении. Ну, где-то параллельно у меня уже потихоньку начинались выступления. И... И стало всех чуть больше и больше и больше. Да, со временем, постепенно. А когда ты решила уходить, когда совсем стало трудно совмещать? Не, мне не стало трудно совмещать, мне просто стало трудно вообще работать на обычной работе, потому что я стал... Ну, не то, что даже скучно, я с таким каким-то неприятным ощущением работала. Мне очень не нравилось, что кто-то говорит мне, что делать. Я вообще к такому не привыкла, потому что до этого я на обычных работах не работала, фестнерски, То есть я зарабатывала только файр-шоу. И из-за того, что я училась, мне помогали родители, и как бы мне, в принципе, в целом не хватало. Вот. И потом, когда я переехала в Москву, и меня кто-то начал, типа, Катя, ты не так это делаешь, ты то не так делаешь, тут надо так, надо сяк. И на телевидении я столкнулась с тем, что мне сказали, что у меня там какие-то сиськи, не те, типа, что я выгляжу, как какой-то мужик мерзкий, толстый, животом такой, это что, наша модель? Знаешь, вот так. Да-да-да, я подрабатывала там еще моделью, и он такой, типа, что-то у нее сисьек нет. Я просто такая, я просто уже начинаю разворачиваться, мне подруга такая, Катя, 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 не надо, не надо, я просто... И в тот момент я поняла, я хочу делать свое, я хочу выступать, я хочу нести свое слово в искусство, в жизнь, в человечеству. Нет, я больше не могу, не хочу, не буду. Типа, мне больше никто не будет говорить, что мне делать. Тяжко было вначале только бурлеском зарабатывать? Очень. Или даже не вначале? Ну, слушай, конечно, мне было тяжко, я вообще сидела без денег, мой парень не работал, он играл в доту, и мы ели какие-то сушки, сосиски, то есть это вообще было просто жесть, вообще полнейшая. Сосисочки вообще все. Я просила денег у родителей, потому что я вообще не вывозила. И потом мне пришла светлая мысль открыть тверк курсы. Я такая... А, это у тебя безденежья получается пришла мысль. Да, это пришла мысль безденежья, просто мы дальше в центр переехали. Чем я могу научить людей? Да, типа, как я могу, да, как я могу сейчас заработать, вот что я могу, какие-то знания у меня есть, что я могу дать людям, что я могу вообще сделать. Потому что на тот момент я выступала там, ну, раз в месяц, наверное. Кстати, начала на Кинге Патте выступать, но мы потом об этом поговорим. Вот. И, да, я открыла свои курсы по тверку, и на первый урок пришло человек шесть, наверное. Но это уже для меня было так страшно. Мне казалось, боже, чему я буду учить людей, вообще, что я делаю? Я просто стояла. Ты полностью импровизировала сразу, или у тебя была какая-то там... Андрей, я всю жизнь импровизирую. Вот ты мне постоянно грешкать, я составил план, я не могу так, не умею, у меня всё вот как идёт, так идёт. Я супер, я лучший импровизатор, типа, всех, кого я знаю. Это прям моя стихия. То есть ты набрала людей, и вот они пришли, и ты такая... Харви. Ага. И ты такая, вот сейчас буду вас учить. Ну, типа, да. Ну, я как бы там подготовилась в плане, я там разминку какую-то там... Ну, я назначила какой-то план, но он у меня не был супер структурированный, то есть я там вот это сначала, это потом, вот это потом сделаю, потом вот это я им расскажу. И просто я стою вот так с ключом, и мне вот эти два шага там недалеко до тренировочного зала, который я сняла. Я создала чат с девчонками, я просто стою вот так с ключом, чтобы открыть дверь и выйти. И я такая, куда я иду? Куда я иду? Куда я? Что я делаю? Что я делаю? Я не пойду? Нет, я не могу. Нет, мне надо идти. Мне надо идти. И я просто такая... Погнали. И когда начался урок, тогда всё вообще прошло супер. Я вышла супер довольная, ученицы были супер довольны, мы пошли пить вино. После первого урока? Да. Ну, на тот момент я это сделала, зная, чтобы они только за каждый урок платили. Но это не работает. Надо всегда делать курсы. Такой совет. Ну, то есть, получается, я вот тебя слушаю, у тебя постоянно такое что-то, что ты очень боишься, но в какой-то момент ты перебарываешь страх и делаешь. Поэтому я сижу здесь сейчас. Ну, значит, это хорошее, на самом деле, как сказать, значит, что-то, что надо делать, что ты боишься, и в итоге перебарывать и делать, и тогда у тебя прорывы получаются, случаются. Ну, да, я думаю, это со всеми людьми работает. Ну, не все перебарывают, очень мало кто перебарывает. Ну, да, но я к тому, что если ты перебарываешь, то дает свои плоды. Ну, да. Ну, и потом ты стала вести уроки уже регулярно, да? Потом уж там асинь. Ну, вот это было в апреле, весной. Потом я в сентябре открыла уже школу. Ну, типа уже с курсами. Дала я нормальное название Сахарат Бейкери. Завела там профиль в Инстаграме. То есть уже более так подошла по-другому ко всему процессу. Вот. Да, потом через год переехала Томасина, и она открыла свой курс по бурлеску. И ты там стала тоже преподавать? Еще через год я там стала преподавать. Угу. Вот, бурлеск, да. Понятно. Очень много... И ты про это говоришь сама, что тебе таких много комментариев, и я сам знаю и замечаю, как ты сильно вдохновляешь женщин. И... Ну, ты смеешься, и все такое, типа, да нет, и вообще... Но на самом деле какое-то безумное количество женщин действительно на тобой вдохновляются. После курсов, на курсах, или... Как это вообще происходит, и почему это так именно происходит? Почему они видят в тебе... Ну, как бы я понимаю это, но может быть, как-то у тебя есть какое-то объяснение, почему в тебе видят такую, как, светочь любви к себе, и само... Какой-то... И уверенности, и вообще... Чего еще? Вот то, что ты такая, типа, знаешь себе цену, и все такое. Очень многим женщинам этого не хватает, и почему ты думаешь, они видят в тебе это? Почему к тебе столько приходит этих запросов? Тебе даже, вот ты сегодня сказала, даже курсы, говорят, организовать какие-то, или выступать где-то с вдохновляющими речами для женщин, чтобы полюбить себя, и вообще... Если честно, я очень долго не могла понять, почему мне говорят об этом люди. Ну, то есть... Я вот это чувствую, но не могу тоже словами объяснить. Я думаю, для них интересно и удивительно то, что я вообще не парюсь о мнении других, потому что, ну, у меня много уже что закалило. Вся моя работа, поспособствовала тому, что я очень такой... На меня очень сложно как-то задеть. И я думаю, что какая-то, может быть, у меня есть уверенность внутренняя, и то, что я не тесняюсь своей сексуальности, и что я преподаю сексуальность, грубо говоря, да, потому что я преподаю тверк, я преподаю бурлеск, это всё смежно с сексуальностью и открытостью принятия своего тела. И, возможно, какой-то вот у меня может быть, есть вайп вот этот вот открытости, лёгкости, принятия себя. Но, честно, для меня до сих пор загадка. Я... Я не знаю, почему люди мне говорят, Катя, открыла метод сексуальный, спасибо тебе, я надела там на твои курсы, я надела короткие шорты, представляешь, я надела... Я такая просто... Ну, то есть для меня это... Само собой. Само собой, конечно. То есть я ходила в коротких шортах 10 лет, и на меня показывали пальцем, я ходила в таких топиках и в коротких шортах. Для меня это всегда было частью моей жизни, для меня всегда это было нормально. Поэтому меня, конечно, удивляет иногда, что в женщинах там много бывает комплексов. Вообще, ничего вообще, вот она... у неё тело просто вот идеальное, попочка идеальная, типа всё, кожа, но она себя не любит. И для меня это всегда просто... меня всегда поражает. И я всегда говорю таким женщинам, что им нужно прийти на бурлеск обязательно. Просто... Просто как зрителям. Как зрителям. Вот как зрителям даже. Чисто как терапия. Это реально терапия. И... Блин, ты видишь разных абсолютно женщин. Ты видишь мужчин со своими там... с любыми телами, любим цветом кожи. Там вообще вот... У кого-то есть попа, у кого-то её нет, у кого-то там жирные бока, по вашему мнению, у кого-то там никакие бока, там она суперхудая, да? Но они все одинаково прекрасны. Вообще все. Ну, тебе скажут, что-то тебе легко рассуждать. Ну, возможно, мне так и скажут. У тебя-то всё типа в порядке. Блин, нет, это другое абсолютное ощущение. И я всегда могла бы найти в себе то, что мне не нравится. Ну и находятся женщины намного более худые и намного более... Ну да. И я такие, типа, блин, у меня тут живот. У меня тут живот, у меня такие бёдра. Я просто такая стою всегда. Просто ты угораешь, ты серьёзно сейчас. Мне говорят про свои бёдра, давай, хорошо, давай сравним. Посмотри на свои бёдра и на мои. У тебя идеальные бёдра. Ты такой. Они в два раза больше, и тут у меня ещё уши висят тогда по твоему мнению, типа, или там у меня жопа не идеальная, там, с целлюлитом. Нет, у тебя идеальная жопа. То есть люди просто очень относятся критично к себе, только по отношению к себе. То есть, короче, главное то, как ты себя поддаёшь, как ты себя любишь, это люди чувствуют. Они даже не замечают у тебя каких-то недостатков из-за этого. А почему у тебя, откуда такая любовь к себе? Ну, в хорошем смысле, не эгоизм, а вот именно принятие себя такое. у тебя с чего это? Ты не знаешь, как это началось? Как-то если проанализировать? Если проанализировать? Ну, во-первых, меня очень любили в детстве. Родители. Ну, да. Ну, то есть, и моя сестра, например, она всегда восхищалась моей задницей. Всегда такая, боже, Катя, какая у тебя жопа, вообще класс. И все её подружки, типа, Катюха, жопа у тебя супер. То есть я всегда знала, что жопа у меня прям супер. И потом в школе мне прогорели про мою жопу, там, и всегда. В этом подкасте слово жопа было. Потом вырежешь, нарезка стеж. Жопа-жопа-жопа-жопа-жопа-жопа. В общем, потом, когда я познакомилась со своим парнем, с одним из, мы с ним долго, пять лет встречались, он меня жестко гнобил. Вот он прям меня так гнобил-гнобил-гнобил-гнобил-гнобил. И после того, как я с ним рассталась, у меня какая-то пошла новая волна. То есть я начала себя как-то по-новому принимать, воспринимать. Вообще я поняла, что это всё бред полный. А в одежде у тебя тоже прослеживалось? Ну, в смысле, ты, может быть, при парне одевалась более скромно, или ты всегда, несмотря на что, одевалась, ярко, открыто? Да. Я не слушала его никогда. То есть он мне говорил, давай-ка застегни там у себя это платье. Я такая, нет. А почему тебе хотелось? Типа либо мы туда расстаёмся, либо я буду ходить, так я хочу. А почему тебе так хотелось? Потому что тебе важно было? Мне была важна моя свобода, да. То есть я не хотела, чтобы какой-то мужчина меня вообще в чём-либо хоть на секунду ограничил. Ну вот это интересно. Вот этот момент же тоже откуда-то берётся, не просто так он... Не знаю, мне кажется, я просто всегда была свободолюбивая такая. Вот именно он у женщин, у многих очень проблемные, что не могут сказать, не могут пойти, может, на конфликт, не могут, типа, себя так полюбить и принять. Не, не, надо... Ну, чёрт возьми, жизнь одна, ты у себя одна. И то есть ты будешь с собой, сама с собой. Ну вот, например, мужчина говорит, что-то ты, типа, слишком ярко ярко или открыто нарядилась. Может, типа, одень какую-нибудь кофточку поскромней. И женщина... Я бы сразу послала бы нахер просто. Ну, понятно, это понятно. Я же... Я уже начинаю злиться. Ну да, мы же с тобой дискутируем. Ладно, всё, мы дискутируем. Женщина такая думает, ну, типа, ну, может, он и прав, может, правда, что-то... Может, у меня какие-нибудь проблемы сейчас тут возникнут, там, или поздно уже. Может, правда, надо поскромней одеться или как-то. Может, через чур... Женщина уже часто очень... Вот с такого... Подожди, вот с такого состояния женщина уже становится жертвой. То есть она себя уже такая... Наверное, меня кто-нибудь изнасилует, если они оденут у кофта. То есть она начинает, типа... Блин, это такое больше даже привлекает... Ну да, но... Внимание к себе твое, вот эта вот зажатость. Да, то, что здесь, типа, синдром жертвы, люди как бы очень часто на себя прям притягивают, которые идут там как-то сутуло. Вот честно скажу, сейчас... Фу! Ко мне никогда никто не приставал. Вообще никогда. То есть у меня не было такого, что там кто-то меня там прям за руку там брал куда-то там или сажал меня в тачку. То есть у меня всегда была такая вот, ну, уверенность, что ко мне даже... Ну, конечно, это минус в том, что к тебе и мужчины не подходят часто знакомиться. Когда ты одна такая стоишь, вся такая красивая, и мужчина к тебе вообще не подходит. Даже тебе на кого-то там смотришь, такой, типа... Ммм? Не? Ладно. Хорошо. Да, ну то есть, конечно, есть у этого минусы. Плюсов больше. Некоторые-то подходят. Ну, плюсов больше, потому что подходят такие, как ты. Ну, а ещё второй момент. Погоди. Второй момент важный. Вот многие из очень большой любви... Мы сейчас даже говорим безотносительно пола. Мужчины тоже могут, например... Вот мне жена бывшая говорила, например, типа, тебе это не очень. И там идет там или что-то сними это, подстригись там и прочее как-нибудь. Я такой, ну, я же очень сильно люблю, и как я не хочу человека расстраивать лишний раз. И в этом уже таится очень большая проблема, если ты так думаешь. Ну да, но вот и женщины тоже могут так думать, типа, ну я же его так люблю, что он будет лишний раз переживать, что я тут открыто... Это уже неправильно, это уже, блин, просто колокол, даже не звоночек, это, сука, колокол, когда ты должен понять, что ты в абьюзивных каких-то отношениях, и что ты не должен идти на поводу у другого человека, ты должен делать так, как ты хочешь. Ну, то есть, если в ваших отношениях так, просто смело, сразу лучше уйти нафиг. Ну, серьезно. Никто не должен ограничивать твою свободу. Ну, в плане, там, в пределах разумного, понятно, что вы там как-то сами договаривайтесь. Ну, ты же понимаешь, вот кажется-то им, что это в пределах разумного, что, естественно, когда там тебя... Ну, а потом они такие все калеченные... Ну, подожди, но потом они такие все покалеченные, приходят эти женщины, все такие с разбитыми сердцами, которых вот затюкали мужики, и они такие все приходят, и, боже, я в шортах пришла к тебе на занятия. То есть для них это... Нифига себе, я позволила себе, такую свободу дала. Да, вот, блин, лучше сразу... Не калечить себя до последнего, а лучше как-то на первых этапах понимать, что... Да, блин, конечно, это сложно. Я не говорю, что это работает со всеми, это... Ну, короче, это тоже нарушение твоих границ, когда тебе говорят, как одеваться. Это нарушение твоих границ, конечно. Как одеваться, это плохой призм. То есть, например, то есть это уже не забота, знаешь, я... Это не забота, это... Это эгоизм другого человека. Опекание какое-то. Нет, это эгоизм другого человека, просто. Типа, что ты пойдешь, такая голая, он тебе кто-нибудь посмотрит, заберет тебя или еще что-нибудь. Но именно по отношению... Ну, если мужчина к женщине, у них так часто работает. Я знаю, что... А женщина не хочет позориться просто, что ты какой-то не такой, что ты как-то стрёмно выглядишь, типа переоденься там. Ну, короче, ей просто не хочется, вот, типа, чтобы там кто-то подумал что-то лишнее. Знаешь, я как-то где-то читал, что чем отличается забота от опекания, по-моему. Ну, тут граница такая разделена сильно, что забота — это хорошо, а опекание — это плохо. Что когда заботится человек, он заботится о другом человеке, чтобы ему хорошо было максимально. А когда опекание — это он как бы заботится о себе, чтобы себе там спокойнее было или еще как-то. То есть, может быть, женщине в коротком этом наряде нормально будет, но он сам будет волноваться, допустим. Ну да, это, конечно, то его чувство. И он как бы на самом деле не о ней заботится, а о себе. Он не хочет потом разбираться с тем, типа он переживает, что он ее изнасилует, не хочет с ним потом разбираться еще, знаешь, и говорит, я же тебе говорил, не надевает там, знаешь, ну типа. В общем, да. А еще такие могут... Я понимаю, что трудно так резко сказать, но какие еще могут быть звоночки для женщин? Может, что ты что-то в своей практике встречала? Помимо... Такие красные звоночки, которые не очень очевидны, но на самом деле красные флажки, то есть они звоночки. Это у меня красные звоночки, потому что... Ну да, например, когда ты чувствуешь, что твою свободу хоть чуть-чуть, но ограничивают, это всегда... Это прям первый такой звончелло. Вот, потом, когда они отпускают тебя никуда с подругами, под разными предлогами там, когда ты как бы не видишь своих подруг очень долго, и ты потом понимаешь, что кажется, моему парню не очень комфортно от того, что я там куда-то ухожу. Даже если он говорит, ну, типа, я хочу с тобой побыть, или давай на свидание. Да-да-да, то есть он пытается всякими способами. То есть он там тоже свои переживания вообще, что он там будет делать со своими подругами. Вот. Потом, когда... Играет в Доту. Или в любую другую компьютерную игру. Я думаю, что это всё... Всё... На оба пола можно хорошо спроецировать. Ну да. А если девушка играет в играх компьютерной, то это тоже красные? Нет, нет, когда девушка играет... Слушай, я работаю, всё, отстань. Работаешь? Это мой способ расслабиться. Ладно, хорошо. Понятно. Ну чё? Ладно, я больше сейчас ничего не вспомню, не придумаю. Да-да, не, ничего, я не к этому... Я думаю, о чём дальше поговорить мы с тобой можем. Ну и, в общем, как-то ты выступала в ресторане Dorfman и... Так, подожди, мы про мою карьеру не будем говорить, значит? Как? Я думал, мы уже поговорили. В смысле, как бы, я говорила в Kinky Patti, начала выступать. Да. Да. Да, и что там было? Kinky Patti, тебя позвали... Хорошо, давай поговорим про это. Она просто оттягивает тему. На Kinky Patti тебя позвали... Тая? Да. На Kinky Patti меня позвала Тая. Нет. С которой есть подкаст на этом канале, если что. С Аней? Ой, с Тай. С Тай, да. Да, меня позвала Таисия выступать у них на Kinky Patti. У них была Animal Party. И это просто было моё первое выступление в Москве, поэтому я хотела бы о нём поговорить, потому что это очень... Да, я забываю, что это первое. Весь серия за такие заголовки, типа, мой первый публичный минет, секс там при всех. И я такая, типа, чё за бред? Ребят, ну камон, ну никуда не будет там заниматься сексом, типа... Нет. Я там такая, типа... Ну нет, как бы, в смысле, чё за бред? Знаешь, такая девчонка из Красноярска. Я так же думала, я тоже не мог приверить. Ну да. И в общем, я приехала на этот заказ на Kinky Patti. Задета, я уже в парике такая, в шубе, вся красивая. Я взяла свою подругу, потому что, ну вдруг, это правда. Надо, как бы, надо, чтобы кто-то с тобой был, сто процентов. Я взяла свою подругу, Настю Петрову. Привет, Настя, если будешь смотреть. И мы туда заходим, и я просто вот так, типа... Ну ладно, все разодеты, круто. То есть там раньше, там в Красноярске у нас тоже были вечеринки Patti Monster и так далее. Мы все разодевались, там человек-карандаш, человек-телевизор. В общем, они все голые, и все как-то интересно разодеты, и все в супер каких-то нарядах. И я такая думаю, ну ладно, никто не трахается, как бы, как я и говорила, как бы, я была права. И просто в какой-то момент я вижу, что-то как-то люди кучкуются странно, типа, что-то происходит. Такой, Настя, Настя, пойдем посмотрим, что там. Мы подходим, там такая шкура лежит, разложенная на танцполе прямо. И происходит какая-то оргия, там все друг с другом, просто там человек пять, наверное, шесть. И все там... В общем, идет процесс. И к нам подходит какой-то чувак. Во-первых, я стою просто вот так. Вот просто в полном шоке. Подходит какой-то чувак, такой, типа, моя жена, ты глянь, какая. И я просто такой вот момент. Настя, нам надо выйти, пойдем. Пойдем на улицу. И просто на улице. Я записала в ту ночь сториз, дофига сториз. Тут трахаются люди, ребята. Потом я проснулась, удалила. Я стала стыдно, что я так среагировала бурно, типа, вот. Ну, в общем, с тех пор я работаю на кинке уже много лет. И мне там кайфово абсолютно. А, и еще тогда летом... Теперь я там работаю. Да. И это была весна. И летом я уже начала выступать на Ladies of Burlesque. Вот, так началась моя... А что ты показывала, кстати, на этой кинке? Птицу. Там была Animal Party, у меня была птица и солнце. На тот момент всего два номера. А, на тот... Да. Еще на тот... Ага. И я потом начала выступать на Ladies, показывала все время эти два номера, два номера. Ну, дважды там. Летом показала, осенью показала. А в декабрю я сделала кролика. Да, это было уже что лет назад, как будто бы все. Немножко. Так. Вот. Да, это был семнадцатый. И потом, что было дальше? Ты выступала-выступала. Да, выступала-выступала. И в какой-то момент... В какой-то момент... В ресторане Dorfman тебе подходит... Размила? Нет. Мы пошли с Томасиной писать. Ага. Мы пошли в туалет. И мне такая Томасина... Там Катерина, Катерина, ты знаешь, кто сегодня придет? Такая, кто сегодня придет? Андрей Тарусов. И я такой, что-о-о-о! Пиво безалкогольное, я не пьяна, это просто актерская игра. В общем, я супер обрадовалась, потому что я была его, тоже стала его фанаткой на тот момент. Ты нас чуть подвинул просто. В общем, однажды, лежа в кровати, я просто нашла Андрея ВКонтакте как-то странным способом, я не помню, то ли кто-то его репостнул, то ли кто-то еще что-то. И я такая думаю, господи, боже мой, хоть бы этот художник когда-нибудь нарисовал мне аватарку или логотип, боже, пожалуйста, мне так надо, мне так надо, и я там вся просто извелась, я хотела ему написать, такая, думаю, да что, к чему мне будут рисовать вообще какую-то там, вообще хрен пойми, кто, он живет в Лос-Анджелесе еще. И такая, думаю, все, капец, открывает его фотографии, начинает делать фотки, такая, блин, он еще и симпатичный, типа, блин, какой классный парень, прикольно. И мой парень сидит Доту играет, ладно, все. Ну, в общем, мне вообще без задней мысли абсолютно, я просто такая, боже, он такой талантливый, такой круто-круто рисует, еще и русский, типа, что вообще происходит. Вот, и потом в ресторане Дортман мы первый раз познакомились. Да, после шоу я к вам подошел фоткаться и сказал, что, типа... А я еще очень была рада, что я танцую с кроликами, потому что я хотела всегда, чтобы ты нарисовала именно кролика. А я хотел бы сравнить больше всех кролика, как раз, потому что... Ну, потому что мне он нравился, потому что он такой мультяшный и очень выглядел, как я люблю. Я аж аниматор по нату, если... ну, с наслепого по учебе, по образованию, то есть, что я тоже уже к вечеру заговорились. Я сейчас прививкой просто сижу такая... Вот, и мне он казался всегда очень мультяшным. Все фотки, которые я видел с тобой в виде кролика, они все у тебя там... Мимика такая, живая. Вот, что... Я такой, блин, наверное, крутой номер. Хочется посмотреть. И нигде еще тогда видео никаких не было. Сторис еще запрещали снимать. И вообще... ну... Да, на тот момент запрещали снимать сторис. Ну, знаешь, такая политика между аудиторией и зрителями, аудиторией и выступающими как-то формировалась тогда еще, на тот момент. Поэтому, как бы, мы решили вроде лучше запретить пока всем снимать. Вот. Ну, как-то со временем сейчас уже с этим гораздо лучше. Ну, вообще, на всех вечеринках снимают, кроме мелодистового бурлеска. Ну... Почти. Ну, как бы, мелодист тоже. Мелодист тоже, мне кажется, меньше. Ну, да, они просто советуют смотреть лучше вживую, потому что так, правда, по-другому воспринимают. Ну, на самом деле, зато узнают людей больше про бурлеск за счет сторис, за счет этого всего. Мне кажется, как раз, когда это сняли, такой жесткий запрет на это, столько стало людей снимать, и везде все рассказывают, как-то сарафанное радио работает. Вот, в общем, мы познакомились с Томасиной, с Катериной, и я такой, надо куда-нибудь с вами сходить, обязательно там поужинать или что-то просто, типа, поболтать обо всем. Вот. И мы назначили встречу, встретились с Томасиной, потом ты подошла, и очень классно мы просидели, проболтали, и как раз я тогда узнал, про кинки-пати, и я тогда уже... Это мы тебе рассказали, что ли? Да. А, фу, sorry. Я что-то слышал, а, знаешь как, я видел ваши фотки с логотипчиком кинки-пати, я такой, что же такое кинки-пати? А я тогда как раз рисовал кинки-карс, и все такое, я такой, что же такое кинки-пати? Что это за вечеринка? Захожу на... Погуглил, захожу на сайт, вот, типа, секс-вечеринка, такой, что... Ну, там не написано, по-моему, секс-вечеринка, но я такой, неужели люди сексом занимаются? Ну, на фотках нет ничего такого, только там на каком-то видео я что-то такое в мельком... Я прям все видосы посмотрел, пытаясь понять, что это такое. На всех видосах просто люди наряженные, счастливые, там в темноте что-то танцуют, красуются. Вот, я у вас такой, что там... Вот я был тот человек как раз, когда я у вас спросил, что там реально люди сексом занимаются? И вот такие, да, да. Вот, и потом уже меня позвали, ну и потом мы стали ходить с Настей, вот, и потом уже... У меня еще важный момент. Так. Когда мы с Андреем, когда сидели и разговаривали, Андрей рассказывал просто о своей жизни, о своих целях, о том, чем он занимается, и чем бы он хотел заниматься. В общем, я на тот момент подумала, блин, вот такой мужчина мне нужен, типа мне нужен такой мужчина. И вот мы здесь. Поэтому... А тогда у тебя еще... У меня был парень, да. Я женат. Ты был женат, я вообще не конкретно про тебя думала. Я просто думала, типа, что, блин, вот так мне и надо. Мне нравится то, что он говорит. Я хочу, чтобы мой мужчина говорил так же. То есть я вообще без задней мысли по тебе конкретно. Я просто такая, блин, как круто он говорит. Типа, мне нравится. Не, ну, в целом мы общались долго все вместе. Ну, да. Кстати, ну, там мы ходили на всякие концерты. Я с Настей, вы там, с Томасиной, с... Еще там на бар Бурлеск мы всегда бухали вместе, потом ходили и кушать, и ровесник танцевать. Было много раз. И это как-то все было такое, все супер дружеское. Вот. Пока я... Пока у нас там с Настей, с женой, с моей бывшей на данный момент, не начались какие-то разногласия. И мы тогда были застрявшие в России. И когда мы вернулись в Америку, после восьми месяцев, я понял, что я вообще не хочу жить в Америке ни разу. И что я понял, как весело у меня... Ну, когда я стал общаться со всеми, не только с вами, а с всеми Бурлеск-тусовкой, с Кинки-тусовкой, я понял, я как будто себя почувствовал, как вот на том месте, где я должен быть, да, что вот тусовка, в которой я всегда мечтал и хотел, она есть, существует, она просто в Москве, а в Лос-Анджелесе я сижу, только работаю и вообще ничего не делаю. Вот. И... Ну, и, короче, у нас как-то с Настей там тоже стали разногласия во всем, и взгляды разные начались на отношения, на все открытые отношения и на прочее. Она хотела больше в открытые отношения, я не хотел в них особо. Я как бы был всегда к экспериментам каким-то открыт, более-менее, но открывать отношения полностью я никто не хотел. Вот. И не хочу. И мне кажется, в целом... В целом это идиот. Ну, как бы для меня не очень хорош. Ну, в смысле, я всех по-разному, разные есть люди, но мне кажется, мне не очень было бы комфортно в открытых отношениях. Потому что я такой человек, которому нужно много тоже внимания. Это тоже. Лев, я, и все такое. Это да. Вот, и потом мы с Настей приняли решение, что, наверное, нам надо расставаться. Настя тогда осталась в Лос-Анджелесе, я поехал в Москву. Вот. И постепенно, постепенно мы с тобой стали больше общаться, переписываться. Ты тоже там рассталась уже. Так, это было перед карантином? Ну, на карантине мы уже, можно сказать, с Настей расстались, мы уже... Ну, можно сказать, уже почти встречались, наверное, потому что мы каждый день созванивались. Ну, мы, да, мы общались по интернету, мы с Настей жили уже в разных комнатах в Америке. Вот. И мы... Ну, мы не... Не, мы созванивались раз в неделю, может быть. Но общались мы... Нет. Ну, не так часто. Ну, не раз в неделю. Не раз в неделю. Ну, фотки мы другу с тобой слали всякие. Каждый день почти, если что. Ну, ладно, хорошо. Ну, короче, общались, скучали и поняли, что... Вот. И когда я уже приехал в Россию совсем окончательно, я понял, что... Уже со всеми пожитками. Я понял, что... Всё, что хочу с тобой встречаться. Ты ещё тогда не хотела со мной встречаться. Ну, я присматривалась. Ты присматривалась полгода почти. Ну, смысл, дожди, пока ты был женат, я вообще... Я просто такая, нет-нет-нет-нет. Вот мы с тобой сходили там на какие-то свидания, на что-то ещё, но я такая, типа... То есть я прям себя заставляла не влюбляться в тебя, не... Я продолжала жить, как бы, ну, свободной жизнью. Я там ходила на свидания. И я такая, типа... Я себя, ну, сдерживала, потому что я переживала, что я сейчас в тебя влюблюсь по уши, а потом окажется, что, конечно, я уже была влюблена, но... Ну, я тоже... Но я старалась держаться на расстоянии, потому что ты, как бы, мне... Мне не могла позволить себе... Тебя влюбиться там окончательно и так далее, пока ты был с Настей, и у вас ничего было непонятно. Да, я пушистик. Ну, у меня тоже были странные мысли всякие в голове, потому что я, как бы, сразу, получается, из одних отношений прыгаю в другие чуть... Но мне хотелось тоже, конечно, побыть одному, и поэтому тоже не суперсильно старался форсировать события. Но так получилось, что уже к осени мы уже поняли, что, похоже, всё идёт к тому, что мы официально встречаемся. Ну да, к осенью, к зиме мы уже вообще там... Уже всё. Да, к зиме. И вот через год мы съехались, могу сказать. Вот, так что такая краткая история наших отношений. Для кого было интересно, если что? Вот. Но всё равно, конечно, мне было часто трудно в плане того, что всё равно плохая идея разводиться, и сразу всё равно, конечно, какие-то... Ну, я часто там жаловался на жизнь и говорил, что у меня грустно, и всё такое. Вот. Так что... Но так случилось, что всё равно мы с тобой вместе, и... Ну, в смысле, прям были вместе, и всё равно было хорошо. Несмотря на то, что я был иногда грустный, было хорошо, и в целом классно. Вот, и сейчас остаётся. Вот. Так что... Такие дела. Так что, может быть, всё и не зря. Да, ничего не зря. Всё, что делается, всё к лучшему. Вот. Так что... Ну, просто, если... У меня тоже было страшно. То есть я тоже только рассталась, и мне было очень страшно начинать что-то новое, я пыталась всячески это как-то... Вообще не хотела, ещё больше меня, мне кажется. Да, я вообще такая, типа, Андрей, всё, нет, нет. Нет, 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 прям долго. Ну, потом... Я-то сразу... Андрей сразу такой, типа, всё. Ну, я понял, что Катя... Мы будем встречаться. Я такая... Я как приехал, я такой понял, да, что всё, походу... Ну, Катя, мне нравится всякое и внешнее, и душой, и телом. Но я имею в виду, что... И внутреннее. И внутреннее, и то, что ты такая... То, что в тебе люди ценят, то, что ты искренняя, и то, что ты любишь себя, знаешь себе цену, и вдохновляешь других людей, это тоже суперкруто. И я такой... Я понял, что вообще всё тут складывается так, что мне надо... Мне нужна эта женщина, как... Ну, потому что нельзя таких упускать. Вот, я подумал. Ну, ещё и ты ко мне... И постепенно я понял, что сначала ты очень была отстранённая. Я всегда долго расчехляюсь. Я очень... Но потом... Как ты ко мне хорошо... Долго открываешь людям. Хорошо стала относиться постепенно, тоже, конечно. У меня всегда к тебе хорошо относилась. Но потом просто к тебе прониклось как-то, ну... Просто сначала ты была такая немножко холодная в плане эмоций. Не давала никаких... Ну, да, у меня есть. Ты при мне не плакала. Ты никаких эмоций особо... Сейчас я тоже даю по каждому поводу. Рекрик, прикольно, видео. Ты меня расслабила очень сильно в этом плане. Я перестала бояться показывать свои эмоции. Ну, до сих пор, конечно, у меня это есть. С этим работаю. Но с тобой я вообще стала... А у тебя раньше было ещё... То есть ты всегда боялась показывать? Или это... Ну, я всегда их боялась показывать. А потом, когда я рассталась с парнем, который встречалась пять лет... Это настолько мне разбило сердце, всё вообще происходящее... Что я настолько закрылась в себе и настолько вырыдала вообще все слёзы, что потом, мне кажется, я года три вообще почти не плакала. То есть я просто... Я вообще была супер-робот. И только со временем, со временем, со временем постепенно я такая... Я помню, в какой-то момент я такая иду и понимаю, что меня расстрогал какой-то дедуля, который идёт мимо, и я иду, типа, плачу. И я такая... Воу-воу-воу-воу! Ко мне что-то возвращается, типа, ко мне возвращается чувствительность. И потом, когда я рассталась с вторым парнем, я тоже там... Мне тоже было супер-ужастно, грустно и так далее. Но я такая уже, типа... Мы это уже переживали. Сможем ещё раз. Ну, типа, я такая... А с тобой... Ты прям... Просто ты меня очень просил. Ты такая, Катя, ну давай, покажи мне свои эмоции, давай-давай. То есть ты меня постепенно-постепенно эту стену прорубал и прорубил. Что я сейчас просто рыдаю нон-стоп. Мне кажется, ещё не до конца. Может, ещё не до конца. Что, хочешь, чтобы я постоянно плакала или радовалась? Нет, нет. Что ты... Плакать не важно. Просто, мне кажется, мне кажется, моя, на самом деле, позиция в том, что вот как ты людей подкупаешь своим... Ну, любовью к себе, искренностью и таким верой в то, что ты делаешь, так мне всегда помогало, можно сказать. Ну, не то, что помогало, но я всегда был убеждён, что вот как раз нужно показывать свои эмоции искренне тоже и не стесняться, не стыдиться этого ни мальчикам, ни девочкам, никому, что это тоже очень важно. Ну, я согласна. Я знаю, что мне с этим нужно работать. И просто иногда мне страшно, что я с кем-то чем-то поделюсь. Короче, что надо показывать слабости своим людям, другим людям, потому что и ошибки, и не бояться ничего этого признавать, потому что когда... Это я сейчас не про тебя, это я сейчас как бы людям больше говорю. Что... Просто кассируйте ножом режу, заткнись. Что... Ну, там многим людям, например, очень трудно сказать, типа, ой, я ошибся, там, извините, у нас там в России очень постоянно это сталкивались, с тем, что люди такие что-нибудь накосячили, такие, да, это не я, это что... Или политики, там, типа, мы что-нибудь сделали, там, не знаю, Навального отравили, такие, да нет, мы не отравили, хотели бы отравили. Ну, не знаю, в любой штуке никто не признаёт никаких ошибок и ничего вообще слабости или прочего. Ну, я прям работаю сейчас надеюсь. Как кто-то даже, сейчас я немножко отступление, кто-то недавно слышал про политику и назад, но захотелось. Кто-то... Знавижу эту тему. Сказал, что, типа, если бы, там, наши, ну, политики говорили бы честно, типа, вот мы хотим просто, там, наворовать побольше и всё такое. Ну, типа, всё как есть, честно вы говорили, не выдумывая, то люди бы намного больше бы к ним прониклись и вообще такие, ну, типа, ну, да, ну, ладно. Ну, ладно, чё, да. Вот, а из-за того, что, как бы, все виляют и как-то хитрят, из-за этого, конечно, всё плохо. Ну, в смысле, у людей недоверие и прочее. В общем, ты его за честность максимально. Я за честность. меня как-то поразило в Америке, там с этим у людей получше, я не знаю, как там, как у политиков и вообще, но в целом у людей, у обычных, там попроще, потому что там вот нету вот этого токсичной особой мускулинности, нету вот этих понтов на пустом месте. или же токсичной воспаленной. Там как-то, как-то женщина, зашли несколько женщин в лифт и нажали на этаж какой-то, а потом такие, ой, нам же на другой, и этот, а лифт, типа, медленный и останавливаются на каждом. И кто-то, зашли люди, и он останавливается на этаже, и никто не выходит. И как бы, люди бы другие, ну, вот если бы вы нажали, допустим, просто промолчали бы, а женщины эти такие, которые нажали на эту кнопку, такие, ой, мы очень, типа, извиняемся, мы когда зашли, нажали на эту кнопку, из-за этого он остановился, типа, наша ошибка. А все такие, а, ну, ладно, ладно. Я потом такой, блин, надо же, какая искренность, что их никто не просил, а они сказали сами. Вот, это мне показалось очень прикольно. Не обязательно, конечно, так делать, но просто, как, как, как пример жизни. Вот. Ты в субботу, в эту, 28 августа, делаешь свою первую вечеринку. Да, очень долго к этому ушла. И скажи чуть-чуть об этом. Ты всегда раньше выступала как гость или как со-продюсер, со-хореограф других шоу, шоу Томасины или как гость, постоянный резидент Лэдисов Бурлеск или там других каких-то бар Бурлеск или еще кинки-пати, вечерина. Ну, да. И ты решила, ты в какой-то момент нашла в себе силы и решила сама заявить о себе и сделать сэш. Да, то есть раньше всегда, когда я делала какие-то шоу и в Красноярске в том числе, я всегда с кем-то была в союзе, в коллаборации и всегда я ждала там помощи все равно от кого-то еще. То есть всегда как-то, ну, обязанности распределялись. Это была как бы наша общая вечеринка. То же самое здесь. У нас есть сахарная фабрика, да, с Томасиной, но все равно я со-продюсер, поэтому я не занимаюсь всем вообще. Сахарная фабрика, это как, если назвать, вот для тех, кто не в курсе, что это, это как просто объединение или как хаос? Ну, это не то, что объединение, это скорее... Там исключаешь шоу, школу. А, ну, в таком смысле, да. Да, шоу, школу и все, собственно. То есть у нас есть школа-бурлеска, есть шоу. Туда входит и я, Томасина, мы как продюсеры, и у нас еще есть менеджер, Настя Денежко, которая нас там продюсирует, которая, как сказать, делает всю работу за кадром, так скажем. Вот. И еще у нас есть много учениц, артисток очень крутых. И все мы, блин, одна большая семья, я всех очень люблю. Вот. Ну, в общем, это мы к чему? Это мы к тому, что ты раньше принимала участие как только в рамках сахарной фабрики вашей. да, и была, как бы, артистом Владислав Бурлеск, и там выступала как гость на некоторых мероприятиях бурлеска. Ты решила сделать свое шоу. Да. Я теперь решила сделать свое шоу. И в чем? В чем особенность будет этого шоу? Особенность в том, что, во-первых, это будет не просто бурлеск, это будет не просто бурлеск-шоу, так как я преподаватель по тверку, и у меня есть тоже ученицы, которые очень хотят выступить, очень хотят попасть на сцену, и мы будем танцевать такие тверк-номера, и будут очень интересны, да, групповые номера, которые не свойственны в принципе бурлеску особенно. Это что-то среднее. Это что-то среднее между бурлеском, тверком и бурлеском. Бурлеск — это когда мужчины танцуют в бурлеск. Вот, у нас будет Ванила Абсолют, супер мой друг и звезда. Кстати, я с ним делала дуэт, это был очень интересный опыт. А сейчас будет? Сейчас будет, не скажу. А ты про это ничего не говорила? Нет. Секрет. Да. Будет кое-что, то, что никто не видел, но вы до этого. Да. Я очень люблю всегда делать что-то новое. Я, в принципе, очень люблю эклектику в культуре. И мне очень нравится объединять разные стили и делать что-то такое, соединять несоединяемое. Это прям про меня. И ещё потому, что я с недавнего времени дизайнер одежды. И поэтому это будет... Забыли поговорить про твою вот эту сферу. То, что ты стала одежду делать свою. Сначала начала с перчаток. Да, я сделала перчатки для одного из своих номеров. Номер Леопард. У меня там были такие перчатки с селфи пальцем. И пальчик так на перчатки открывается, чтобы ты мог в телефоне лазить. Потому что есть такая проблема бурлеск-артисток, когда ты весь упакован в костюм, ещё и перчатки, и ты не можешь даже сфоткаться или кому-то ответить по телефону. И я придумала эти перчатки. И такая, блин, пришло время делать коллекцию. И началась с перчаток. Пасная идея, что типа можно пригодиться не только мне, да? Ну, не только тебе, но и... Ну да, не только мне, но и многим бурлеск-артистам и вообще артистам. Это просто суперспоста. И в принципе в повседневной жизни, когда ты куда-то нарядился, наделать перчатки, очень круто, что ты можешь воспользоваться телефоном. Вот. И в принципе я мечтала быть дизайнером в Лондон. Я мечтала делать одежду, наряжать людей, украшать их, потому что я сама очень люблю моду. И я, будучи девчонкой там в 11 лет, я начала рисовать свое первое портфолио, где я там рисовала девушек, одевала их там в разные наряды. А у тебя где-то сохранилось? Ну, уже все потеряно сто раз. Да, я бы сейчас хотела посмотреть на это. Там наверняка прикольные идеи были. Да, и мне очень нравилось разрабатывать свои костюмы. Мне очень это нравится. Мне очень нравится их делать, вышивать. Я училась даже шить чуть-чуть. Вот. И теперь я нашла ателье очень хорошее, в котором я, который меня понимает. И вот мы, мои идеи, они просто их воплощают. Ну вот я выступаю как дизайнер. И поэтому на вечеринке... Ты сначала с перчаток, потом ты сделал белье, еще боди всякие. Да, белье боди. И сейчас у меня вот будет спортивная коллекция именно для тверка, для танцев. Я просто очень люблю смотреть всякие там high heels, когда девчонки в очень красивых нарядах, каких-то секси, там, с перчатками, в каких-то красивых там боди, в комбезах, с чем-то еще. и мне бы хотелось, чтобы они танцевали в моих нарядах. И, блин, тем более я танцовщица, и мне это правда очень интересно. Вот. В общем, я очень люблю делать людей красивыми. Но еще можно, я вставлю свои пять копеек, что в этих нарядах, в которых они будут танцевать, специальная ткань, которую ты придумала, а я помог нарисовать. Да, мы разработали паттерны, дизайн ткани, вот, поэтому это будет такое прям супер... Один леопардовый, другой зебринный. Мы любим оба леопарда. Да. И нам нужна была жертва, и мы сделали зебр. Шучу. Может быть, это тигр, может, это голубой тигр. Может быть, или белый, белый, белый голубой тигр, да. В общем, вот такие дела. Мне очень нравится это дело. Да, и что ты, вот это всё делал, дело... А ещё знаешь, про что я забыл, про что мы не говорили? Про то, что ты делала ролики на YouTube с танцами, которые становились очень популярны. Один даже там миллион просмотров набрал. Да, это первый наш ролик с тверком. Просто в какой-то момент, когда я преподавала, я поняла, что нет никакого выхлопа моей творческой энергии, а я очень люблю именно визуал, я люблю монтировать видео, я монтировала там каверы на Бьонсе, мы танцевали с девчонками, и я открыла себе навыки монтажёра, вот, тем более, что у меня образование позволяет, ну, как бы я более-менее чуть разбираюсь в этом. В компьютерах в целом. Ну да, и я вот начала, мы начали снимать ролики, начала их монтировать, иногда с помощью, там, других монтажёров, операторов, вот, и, да, они получались прикольные, горячие такие ролики, и каждый раз какие-то у меня были новые идеи, у нас где-то есть ролик, где мы в дюнах, такие в костюмах в леопардах, вот, нас снимали с коптера сверху, то есть, жопы тверкали по кругу, я рисовала там раскадровку свою, такую дурацкую, но тот у меня, ну, оператор понимал, что нужно снять, вот, да, это очень прикольные ролики. Буквально недавно ещё ролик сняли, вот, выйдет скоро, может, параллельно с подкастом сделаем, дроп. Посмотрим. Мысли вот этого? Да, ну да, до промо. Катя придумала такую идею, что я и моя Ира Трифонова, да, моя правая рука, моя любимая женщина, которая выступила как продюсер, съёмки, режиссёр, сделали, а я был тоже, как сказать, помощник, ассистент этого всего, сделали ролик прикольный, где бурлеск-артисты ходят в городе в своих костюмах и поражают всех, ну просто дурачатся, Более такой социальный проект, конечно, но мне почему-то захотелось приурочить его к вечеринке, потому что, блин, редко в обычной жизни можно увидеть человека такого настолько наряженного, настолько в ярком макияже, в парике, гуляющего среди обычных работяг, и, в общем, выглядит очень прикольно и очень контрастно, именно вот мы на этом вы хотели сыграть. Да. Да, и почему ещё я делаю вечеринку, потому что я очень люблю сама веселиться, я люблю красиво наряжаться, и мне очень хотелось сделать такое, типа, место, куда девушки и парни могут нарядиться, быть свободными, быть собой, отверкать от души, слушать прикольную музыку, именно танцевальную, в плане, есть танцевальная музыка, просто подвигаться, а есть такая, в которой ты прям что-то хочешь такое прям подверкать там или танцевать, что-то такое секси, и просто мне хотелось сделать вечеринку из всего, что я люблю, запихать туда вообще всё, намешать так в коктейли и вот так выплеснуть 28 августа. Ну да, поэтому даже ты решила сделать в отдельном помещении, снять абсолютно новое место, не ресторан какой-нибудь или бар, чтобы было бы, конечно, легче и проще, в плане окупаемости, но новое место, чтобы это не было привязано никакому формату такому уже заезженному немножко. Сейчас ужин у собак. Здесь, прости, давайте покажем. Почти закончили. Пусти, ну это прям слишком громко. Просто не хочет, ну чуть-чуть. Вырежешь потом, и так я собакушаю. в общем, в общем, что, что, да, что новое место. Харви, иди на место. На место иди. Иди, 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 иди туда, давай, 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 В общем, я думаю, что будет, должно бы, должно получиться супервесело. Ты хотела сказать? Да, мне будет страшно, конечно, как всегда. Как всегда, но... Да, потому что это супер, что-то новое, необычное, и новый формат, абсолютно. И это все мое такое детище, потому что это все части меня, и поэтому я супер переживаю, и надеюсь, все получится. Ну да, 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 конечно, я думаю, будет супервесело, точно все оторвутся. Мне главное, что было всем весело. Я думаю, что да, весело. И все были красивые, все наретились, и прям кайфанули. Мы недавно мой день рождения праздновали, сняли какой-то вообще обычный совершенно помещеница, маленькая, ловтик. Было нас человек 10 максимум, было так весело. Тут будет намного больше 10 человек, и музыка будет громче, и уже даже просто, короче, мы умеем веселиться, если что. Будет точно. Ну да, круто. Это точно. Тем более позвала всех моих пурлес друзей, там Радмилу, Рокки Зомби тоже есть подкаст с ней, Тамасину, Ванилу Абсолют тоже есть с ним подкаст. Они все мои супер друзья, и я рада, что я буду, да, в такой комфортной обстановке для себя. Да, вот. Ну и я как бы тебя тоже всячески пытаюсь поддерживать. Спасибо тебе, огромное, очень ценю. Надеюсь, что, да, что все клёвое. А ты хотела, то есть мы хотели дать промо-коды на покупку билетов со скидкой первым, нескольким людям, которые посмотрят подкаст. 20% скидка, да, 20% будет скидка, поэтому там первым скольки, трем людям, которые посмотрят подкаст и вас решат купить билеты, будет вот эта скидка. Вот, мы специально сделали такое, я вот такое говорю, давай, это же классно. Я такая, может, нет. Я такая, да не, не, все клёвое. Я просто всегда боялась давать какие-то там интервью или вообще не очень люблю разговаривать, но спасибо, что ты меня вытащил, новый опыт. для меня. Да, ты просто чем больше даёшь, чем больше, чем больше даёшь, тем лучше получается. Чем больше базаришь, тем нормально. Я тоже, видишь, на самом деле уже давал довольно много всяких интервью и вообще в целом люблю поболтать, но и когда начинал делать подкаст, думал, такой, сейчас всё классно получается и только сейчас к 22 выпуску я понимаю, что только сейчас у меня я начинаю чуть-чуть понимать, как оно вообще надо что делать, потому что первые были, я думаю, не очень, наверное, вот, но как бы растём, прогрессируем все, вот, так что спасибо тебе большое, что пришла. Да, из соседней комнаты, дорогой, не за что, всё ради тебя. Спасибо вам, что досмотрели, досмотрели, вот, приходите на вечеринку, мы там будем, будет горячо и жарко, и ярко. Если вы не в Москве, или если вы после 28 августа 2021 года это смотрите, то всё равно... Было, знаете, было классно, порадовались за нас. Было, супер весело. Всё, спасибо большое. Спасибо, ты уже такая освоилась, тут под конец такая. Всё, спасибо большое, что слушали мой подкаст, спасибо, что пришёл. Вот. В общем, да. Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok